Такие огромные трещины в 140-м доме по проспекту Ленина появились не только из-за старости. Жильцы уверены, основная причина быстро расползающихся щелей – ударно-волновое воздействие, исходящее от завода механических прессов. Другого источника мощных вибраций люди не находят. Расположено предприятие примерно в 300 метрах от хрущевок. Жалобы длятся уже 10 лет. Последние года два, когда на завод механических прессов, вот в цех, который стоит строго напротив нашего дома, завезли мощное кузнечно-прессовое оборудование, проблема усугубилась. Ударно-волновое воздействие стало мощнее из-за того, что прессы мощные. Самый мощный на заводе – вот этот молот, наносящий 65 ударов в минуту с весом падающих частей 5 тонн. Вкупе с другим оборудованием помельче он воздействует на жилые здания. Буквально три года назад, по словам председателя дома, здесь не было таких трещин. Где-то они так разрослись, что начали пропускать тепло. В итоге управляющей компанией пришлось заделывать дыры. Ну оно прям долбит, долбит. А плюс перекрытие в доме деревянное, и поэтому получается, что из потолка стал шлак сыпаться. Это уже речь про дома через дорогу. Там ущерб не так значителен. Однако помимо осыпавшейся штукатурки можно обнаружить пару трещин. И это лишь часть проблемы. Вместе со зданиями потихоньку разрушается здоровье жильцов из-за недосыпа. Не спится. Потому что если начнут в 12 или в час ночи, там начинают все это по часу. Представьте себе. Ты просыпаешься, уже сон теряется. Оно и днем, и ночью, особенно ночью. У меня и шкаф стучит по всей ночи, и посуда бринчит по всей ночи. Спать невозможно. Диван ходит ходуном. Жильцы проблемных домов обратились в Роспотребнадзор еще год назад. Проверка подтвердила запредельный уровень шума. После этого, по словам людей, завод притих. Но лишь на полтора месяца. Измеренные уровни вибрации в спальне и зале с учетом расширенной неопределенности составили от 63 до 63,8 акустических децибел при предельно допустимом уровне 62 акустических децибела. ООО «ЗМП» вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Директор завода механических прессов нам в комментарии отказал. Однако стало известно, что Барнаул Трансмаш также использует молоты. Притом, они еще более мощные. Однако находятся в промзоне, поглубже, вдали от домов. Так что сильных проблем с ними нет. Барнаул Трансмаш были проведены мероприятия по производственному контролю. В указанное вами время уровень шума и вибрации от работы оборудования не превышают установленные санитарными правилами нормативы. Помимо Роспотребнадзора, жильцы обратились в прокуратуру. Ответа от правоохранительного органа пока не поступило. Не исключено, что дело может дойти до суда. То есть там Роспотребнадзор у нас пишет в ответе о том, что не может провести мониторинг в течение суток. То есть он там эпизодически только контроль производит. Ну в рамках судебного спора можно провести и суточный мониторинг. И соответственно выявить все степени вибрации, пики и так далее. И уже эти материалы могут лечь в основу дела по возмещению ущерба. Если Роспотребнадзор вновь зафиксирует превышение уровня шума, заводу грозит внеплановая проверка. Кроме того, эксперты не обнаружили проекта санитарно-защитной зоны УЗМП. За это в будущем предприятия могут обязать выплатить государству 100 тысяч рублей. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...